Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодняшний ролик задержался в связи со сложившимися трудностями, о которых я вам поведаю в процессе. Этот ролик получился довольно продолжительный, кому не терпится, может послушать вводную часть и перейти сразу к итогам, а остальных прошу устроиться поудобнее, налить любимый свой напиток и получить удовольствие от моей работы. За последнюю пару месяцев, с момента появления первого ролика по замене термопрокладок на MSI 3 RTX 3080 Gaming X Trio, несколько моих дорогих подписчиков написали мне, что помимо замены термопрокладок, они также попробовали поменять бэкплейт с графитового, считай пластикового родного бэкплейта, на алюминиевый от производителя EKWB, в дальнейшем буду называть по-русски EKWB. Пара человек говорила о хорошем результате с падением температуры. Мне очень понравилась эта идея, ведь если будут хорошие результаты, то люди у которых новые карты на гарантии могут поменять только бэкплейт, не снимая систему охлаждения и не трогая термопрокладок со стороны памяти, оставив гарантийную пломбу, в общем остаться точно на гарантии и снизить температуру. Я разместил заказ на сайте EKWB, создав массу проблем на свою задницу, но об этом чуть позже. Стоимость пластины составляет 36 евро плюс доставка до моей страны 12 евро, то есть где-то 4600 рублей или 61 доллар. Не сказать, что это какая-то очень большая цена, но и не мизерная, если этого не даст никакого эффекта. Ну что ж, чего не сделаешь ради эксперимента, о котором я и хочу поделиться с вами. Перед началом хочу напомнить, что у меня есть серия видеороликов о доработке штатной системы охлаждения на RTX 3080 MSI Gemin Xtrio. Если вы еще не видели ролики, рекомендую перейти по отображаемой сверху ссылке, посмотреть, оценить, высказать свое мнение. Спасибо! А теперь перейдем к нашему герою обзору – Бэкплейт от EKWB. Бэкплейт изготовлен на ЧПУ из черного анодированного алюминия, который подходит для всех водоблоков EK Quantum Vector Trio RTX 3080 и 3090. В принципе, вопрос совместимости со штатным кулером оставался открытым, но я питал надежды на то, что отверстия, крепления находятся на тех же местах, что и оригинальные, и проблем с установкой возникнуть не должно. Тем более, что были отзывы об установке данного бэкплейта в комментариях на моем канале. Бэкплейт покрывает всю длину печатной платы видеокарты, служит эстетическим дополнением, а также обеспечивает пассивное охлаждение с задней стороны модуля регулирования напряжения VRM, ядра GPU и чипов памяти VRM. Заказ я получил в течение пары недель с момента размещения. И давайте перейдем к распаковке. Упаковка минимально возможных размеров с оригинальной пломбой на пластиковом пакете от вскрытия. В комплект входит сам бэкплейт плюс крепежные винты M2.5х8, 8 штук черных и 8 штук никелированных, а также избыточное количество новых термопрокладок двух и одно миллиметровой толщины. Перед тем, как поменять бэкплейт, давайте посмотрим на температуру штатной пластиковой накладки после 20-минутного майнинга. Такой же тест мы проведем после смены бэкплейта температуры от 40 до 45 градусов при 25 градусах в комнате. Не забываем обезжирить бэкплейт, вырезаем термопрокладки по размеру и устанавливаем их так, как показано в инструкции с сайта ЕКВБ. Не забыв снять защитную пленку с термопрокладок. Надо сказать, что прокладок более чем достаточно и много останется для будущих экспериментов. Это хорошо. Снимаем штатный бэкплейт, убираем штатные прокладки, так как с бэкплейтом от ЕКВБ идут прокладки меньшей толщины . С установленными прокладками примеряем железный бэкплейт и подрезаем места с излишками прокладок, упирающимися в пластину, держащую основной радиатор. Далее я обращаю внимание на то, что места размещения прокладок на VRM не соответствуют реальности. Если мы оставим термопрокладки на местах, как показано в инструкции, то прилегать они на плате будут не там, где штатные, а просто в пустом месте платы без элементов. Это первое, что у меня вызвало удивление. Переклеиваю прокладки на плату, чтобы не думать, как они лягут при расположении на бэкплейте. Примеряю и обращаю внимание, что тонкая 1 мм прокладка, расположенная вместе ГПУ, не соприкасается к бэкплейту. Это меня, мягко говоря, удивило. Решаю поменять ее на термопрокладку 2 мм, чтобы убедиться, что этого будет много. Да, бэкплейт упирается в 2 мм прокладку на ГПУ, я ее убираю. Сюда явно напрашивается 1,5 мм прокладка, но такой у меня под рукой не оказалось, и в дальнейшем я ее заменю на 1 мм прокладку плюс медную пластину 0,3 мм. Начинаю прикручивать и удивляюсь неприятно в третий раз. Прилагаемые винты имеют иной диаметр 2,5 мм и не вкручиваются в штатные отверстия на радиаторе, которые составляют 2 мм. Ну окей, пластина рассчитана на установку со своим фодоблоком, пусть будет так. Беру штатные болты и прикручиваю бэкплейт ими. Четвертая неприятная новость следующая. Используются не все штатные места крепления. Штатных винтов 11, а на бэкплейте от ЕКВБ 7 штатных и одно нештатное место. Зачем использовать меньшее количество мест крепления для меня загадка. Хорошо, продолжаю. Креплю на 8 болтов плюс один болт, у которого есть отверстие в текстолите платы, но нет ответного отверстия в радиаторе. Просто креплю, вырезав кусочек из пластиковой карты просто как временное решение. Устанавливаю карту в компьютер и получаю почти сразу высокую температуру на чипах памяти. Это означает отсутствие должного контакта медных пластин с радиаторами. Какого черта, что я сделал не так? Сжимаю пальцами бэкплейт и радиатор. И вижу падение температуры на памяти. Первое, о чем я подумал, что так как используются не все места крепления и прижим радиатора плохой, он просто отходит от чипов памяти и недостаточно притянут. На этой фотографии видно, какие используются штатные места креплений. Кружками обведены те, что не используются. Я принял решение просверлить четыре дополнительных отверстия под штатный радиатор для хорошего равномерного прижима. Уложив оба бэкплейта друг на друга, зафиксировал с помощью прищепок и белой замазкой и наметил места для сверления. Заодно измерил штатные винтики, которые хочу поменять, т.к. в связи с многократной разборкой и сборкой карты, края винтов слегка замялись. Пока таких же винтов я нигде не смог найти. Сверлом на 3 мм сделал четыре новых отверстия. На GPU нанес термопасту и приложил бэкплейт, чтобы посмотреть на отпечаток. Как и предполагал, прижима в этом месте нет. Я не знаю, о чем думал производитель. Добавил 0,3 мм медную пластину и с обеих сторон использовал термопасту. В очередной раз прикручиваю бэкплейт уже на все 12 винтов. Очередной пуск. И опять провал. Температуры на памяти опять мгновенно поднялись выше тех, что я имею со штатным бэкплейтом. Далее мне в голову приходит мысль о том, что виноваты штатные винты. Так как они имеют резьбу не по всей своей длине и толщина новых прокладок меньше, то винты могут упираться местом расширения в текстолит карты и недостаточно притягивать бэкплейт. Начались поиски винтов. М2х6 или М2х8. В моем округе их нигде нет в наличии, можно только купить от 1000 штук за 15-20 долларов. Но мне этого многовато. На Алиэкспресс их полно. Любые наборы разных размеров от 500 штук всего за 4 доллара нуждать целый месяц. Все эти поиски, разборки, примерки у меня отняли неделю времени. Бэкплейт я уже стал ненавидеть. То, что казалось элементарным в установке, оказалось самой большой проблемой. Но в старых салежах в гараже знакомого были найдены всякие маленькие винтики и перебирая их я чудом нашел нужный мне размер М2 разной длины и на любой вкус. Пока я жду заказ с нормальными винтами с Алиэкспресс, будут временно использоваться эти винтики со времен СССР, которым лет 40 отроду. Кто бы мог подумать, что они окажутся через полвека в столь высокотехнологичном устройстве. Прикручиваю аккуратно, без фанатизма. Вот такой получился временный вариант. Винты прикручены, теперь прижим должен быть достаточным и равномерным. Запускаю. И опять. Опять температура на памяти растет выше привычных значений и прижим рукой влияет на сброс температуры. В этот момент я уже терялся в догадках, что еще может быть и в чем причина такого поведения. Пока я размышлял, что делать дальше, я снял видеокарту и начал внимательно осматривать, и я был просто шокирован увиденным. Оказалось, что на текстолите карты есть небольшие выступы, а на бэкплейте вдоль всего ребра текстолита не ровная площадка, а загнутый угол. И в одном месте бэкплейт упирается в текстолит и изгибает карту. Я просто недоумевал, как такое мог сделать производитель бэкплейта. Отбросим давайте все предыдущие претензии. Вероятно, все они связаны с тем, что я ставлю бэкплейт не с родным водоблоком, а пытаюсь его поженить со штатной системой охлаждения. Но данный косяк полностью дискредитирует данное изделие. Если попытаться заправить уголок текстолита за текстолит карты, то не совпадают отверстие крепления и невозможно его прикрутить. Порядком уставший от данной поделки, намечаю места выступов и кусачками просто откусываю часть бэкплейта. Уже не до красоты. Для лучшей передачи тепла наношу термопасту на термопрокладке со стороны бэкплейта, устанавливаю на место и в очередной раз запускаю. Ну наконец-то мы имеем нормальную картину и адекватные температуры. Что ж, делаю выводы, что дело не в винтах, скорее всего не в недостаточном количестве мест креплений, хотя мне все равно непонятно зачем их уменьшать, а дело просто в отвратительном проектировании заготовки. Полагаю это может быть мой частный конкретный случай, но это факт. Наконец давайте перейдем к тестам. Повторяем тест температуры бэкплейта после непродолжительного 20-минутного майнинга. Температуры такие же, что и с пластиковым бэкплейтом 40-45 градусов. Ролик получился достаточно длинный и я не буду в очередной раз описывать каждый тест. Поставьте пожалуйста на паузу и рассмотрите каждый тест в отдельности, а если нужно описание теста каждого, прошу посмотреть любое из моих предыдущих видео. Давайте взглянем на сводную таблицу. Ко всем моим предыдущим экспериментам добавился столбец с результатами копершим 0.8 мм плюс EKWB бэкплейт. В данном случае мы можем сравнивать только два последних теста копершим 0.8 плюс и копершим плюс EKWB пластины. Что же мы видим после всей этой головной боли часов разборок, проверок, ожидания, потраченных денег и усилий? Разница составляет ничтожные 2% при майнинге. А в четвертом тесте разницы вообще отсутствует. Можно было бы рассчитывать на снижение температуры на GPU, ведь в отличие от штатного пластикового бэкплейта, где GPU просто открыт, здесь есть контакт с металлическим бэкплейтом, но нет, и здесь никакого видимого снижения температуры на GPU мы не видим ни в одном из тестов. Я разочарован не только от самого изделия, но и от полученных результатов. Задумывая этот тест, была идея дать вам информацию, что есть способ, оставшись на гарантии, не снимая основной радиатор, скинуть с десяток градусов, заменив штатный бэкплейт, о котором так любят спекулировать на разных форумах, как огромный минус MSI. Но факт вещь упряма и спорить с этим бесполезно. Смысла менять бэкплейт нет никакого. Это будет актуально только для серии 3090, но я не знаю ни одной карты 3090 с пластиковым бэкплейтом, они и так уже все идут с железным бэкплейтом с завода. Друзья, большое спасибо всем за внимание, спасибо за просмотр, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, оценивайте мою работу лайками и дизлайками, ведь отрицательный опыт – это тоже опыт, и он может быть полезен не меньше положительного. Считайте, я сэкономил вам 60 баксов, ну по крайней мере тем, кто думал о покупке данного изделия. Всем спасибо, всем пока.